Здрасте, я Мэтт Уотсон из Карвау, я за рулем Порше Тайкон Турбо-С, а справа от меня Порше 911 Турбо-С, и мы устроим драг-заезд. И вы, наверное, думаете, погоди-ка, Мэтт, ведь ты уже устраивал такой заезд с Яней, и мы помним, что было, 911-й победил. Ну же, Тайкон! Ну да, устраивал, но тогда была хорошая погода, а сегодня дорога сырая. И я хочу проверить, насколько сильно будет отличаться результат заезда в сырую погоду. Все потому, что электромобили, когда у них работает система стабилизации, грамотно выдают тягу, чтобы избежать пробуксовок. Им как будто даже не нужно обрубать мощность, они словно отмеряют ее точно в соответствии с дорожными условиями. А вот автомобили с ДВС так не могут, им надо немного урезать воспламенение, поэтому процесс не такой плавный. Повлияет ли это на результат сегодняшнего драг-заезда? Скоро мы это выясним. Чтобы все было по-честному, оба авто обуты в одинаковую резину, Pirelli P-Zero, так что все упирается в систему стабилизации. Короче, расскажу об этом Porsche Taycan Turbo S. У него два электромотора спереди и позади, соответственно, полный привод и коробка с двумя передачами, а также батареи на 84 кВт-часа. Однако, самое главное, мощность. 761 лошадиная сила при работающем лонч-контроле и 1050 ньютон-метров момента. Не менее важна и снаряженная масса, где-то 2,3 тонны. Машина довольно дорогая, 139 тысяч фунтов. Впрочем, тот Turbo S еще дороже, он стоит 160 тысяч фунтов. Но мощности у него поменьше, его оппозитная шестерка Twin Turbo 3,8 литра выдает всего-то 650 лошадей и жалкие 800 ньютон-метров момента. Как и Taycan, авто полноприводное, но передач у него побольше. На 6 штук, 8-ступенчатая коробка с двумя сцеплениями. Но главное, стоит отметить снаряженную массу, это авто куда легче, 1,6 тонны. И, кстати, о массе. За рулем того авто мой весомый коллега, ведущий испанского канала CarVao, Хуан Франциско. Здоров, Хуан, как дела? Привет, Мэтт. Ничего, как сам. Хорошо, что ты приехал из Испании, чтобы поучаствовать в нашем трак-заезде и проверить, как эти авто поведут себя в не самых идеальных условиях. Посмотрим, поменяется ли что, или результат будет тем же самым, что и раньше. Давай! Как говорится, швырнем монетку и путь что будет. Разве так говорят? Может, правильнее кинем монетку, он, наверное, это имел в виду. Ну да, не знаю, че я цепляюсь, ведь я ни слова не знаю на испанском, а он отлично говорит по-английски. Такие мы англичане позорники. Ладно, слушайте, если хотите заценить канал Хуана, он интересный, немного отличается по контенту от того, что делаем мы, но заезды они тоже делают. И если хотите посмотреть сегодняшний заезд с его точки зрения и на испанском, нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылке в описании видео. Все так же обязательно подписывайтесь на наш канал, если вам нравятся такие видео, ну и разумеется, включайте уведомления, так вы точно ничего не пропустите. Начнем. Три, два, один. О, вырвался вперед. Эта машина неплохо справляется с пробуксовкой. Но он начинает меня догонять. А вот и он. А вот и он. Ужажми. О, нас. О, зачем уж приятно. Ах, как я сделал тебя, Хуан. Просто, ах, Хуан. А как тебе заезд? Очень прикольно. Машину немного повело на старте, но финишировали совсем близко. Да, это правда. У меня была небольшая пробуксовочка, но система стабилизации отлично с ней справилась. Твоя машина тоже хорошо сработала, но все же не настолько плавно выдавала мощность. Поскольку, очевидно, для авто с ДВС надо сперва обрубить подачу мощности и подать вновь процесс не такой плавный, как у электромобилей. Я думаю, что он бы сказал, да, Мэтью, истину глаголишь, такой ты проницательный. Молодец, Мэтью, ты лучший. А знаешь что, Хуан, давай попробуем еще кое-что. Выключим стабилизацию и проверим, что будет, ладно? Думаю, что мне будет сложновато, но давай посмотрим. Теперь электроника не при делах, все зависит от сцепления с дорогой. Может, он улучшит результат. Три, два, один. О, малость буксанул. А теперь видно. У меня колеса буксовали куда сильнее. И вот результат. Ой, как скользко, а то конкретно повело при торможении. Вот что бывает, когда выключаю стабилизацию. Кстати. Покажу, что еще бывает. Подоротился. Эй, Хуан. Ну что, было очень даже интересно. В смысле, у тебя машина заметно пробуксовывала. Стартовали мы по коже. Но у твоей машины больше мощности она вырвалась вперед. Точнее, не мощности, она тупо... Не знаю, быстрее набирает ход. Понимаешь, я думаю, поначалу мне тоже было тяжеловато, авто довольно заметно вело. Но когда набрал скорость, меньшая масса позволила мне набирать ход быстрее тебя. Да, именно это я и хотел сказать. Зарешала разница в массе, ведь мощности-то больше у меня. Да. Испанские автожурналисты куда прошареннее красноречивее британских. Да, короче, с выключенной системой стабилизации я нехило пробуксовывал, что и дало тебе шанс на победу. Интересно. Я точно знаю, что твое авто быстрее в сухую погоду. А я быстрее в сырую со включенной стабилизацией, но стоит ее выключить и ты опять быстрее. Ух, опыты открывал, обожаю. Итак, каковы же результаты? Ну, во втором заезде с выключенной стабилизацией победил 911-й, проехав четверть мили с места за 10,8 секунды. А Тайкон проехал за 11 секунд. Однако, в первом заезде со включенной стабилизацией Тайкон все же немного опередил 911-й. Обе машины финишировали за 10,7 секунды. И это примерно на полсекунды медленнее, чем результат, показанный ими на сухой полосе. Ну что ж, теперь погоняемся сходу. Где он там? А, вот он. Говорю, погоняемся сходу. С 80 км в час машины в нормальных настройках. Итак, начну отсчет. Три, два, один, пошел. Электротяга? Уфига, у него кикдаун. Вот и полмили. Он меня уделал. Хуан. Эм, я удивлен, до чего быстро твое авто скинуло передачу. Думал, что сразу наберу ход и уделаю тебе. Ну, какое-то время. Пришлось подождать, но потом бам. Удивительно. Придется мне сейчас подгадывать условия для себя. А давай-ка стартуем с 45. О, как. Электромобили бодрее набирают ход с малых оборотов. Хуан. Давай, поравняйся со мной. Ну же, равнение на меня. Давай, давай, равняйся. Вот так. Три, два, один, пошел. Так-то, еб... Погодите. Пока-пока. Пока. И вот уже полмили. Он вновь меня сделал. Ага, до чего шустро этот 911-ый. Так, знаешь что, Куан, я всю дорогу пытаюсь обеспечить преимущество себе, как-то нечестно. Короче, мы оба с тобой в спортивном режиме, ну, спорт плюс. Давай начнем с 80. Ты с третьей передачи, чтобы исключить коробку, и все зарешало тяга. Три, два, один, пошел. Слушайте, когда не скидывает, ему нужно нарастить момент. Немного по-другому, но все же гляньте. О, пошла зверюга. Люблю это авто. Хуан. У нас прям тенденция наметилась, что авто с двигателем внутреннего сгорания побеждает. Да, ну вопрос в том, что мы начали на довольно высокой скорости, а электромобили на высоких оборотах показывают себя куда хуже. Да, у тебя есть вторая передача, но все равно. До двигателя внутреннего сгорания не дотягивает. Совершенно верно. Ну что ж, последнее испытание. Итак, устроим проверку торможения со 160, пересекаем черту и тормозим до остановки. Какое авто остановится раньше? Полоса вроде немного подсохла. А вот и черта. Начали. Он впервые участвует в проверке торможения, и мне кажется, он немного проморгал момент. Давайте еще раз. Еще одна попытка торможения со 160. И пересекаем черту, и оба тормозим до полной остановки. Не будем ждать, пока ее проедем, тормозим, заехав на черту. Едем, едем, тормозим! О-о-о! 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 Разница в весе на лицо, Хуан, как думаешь? Дело в массе, да. Я, конечно, плотный паренек, но недостаточно, чтобы сравняться с твоим авто. Но вот такие дела. По сути, 911-й во всем уделал Тайкон. Помимо драг заезда в сырую погоду со включенной стабилизацией. Это для быстрой езды по дорогам, это отличный вариант, потому что система стабилизации позволяет очень хорошо поддавать мощность, и в остальном машина очень уж шустрая, пусть и не настолько, как эта бешеная зверюга. Большое спасибо Хуану, что поучаствовал в нашей гонке, и напомню, его канал, Карвау и Эс. Если вы испаноговорящий, загляните туда, ссылочка в описании. Если видео вам понравилось, поставьте нам лайк, если не понравилось, не знаю, что ей сказать. Если хотите еще что-нибудь эдакое, подкиньте нам идеи в комментариях, мы их читаем. Нажмите на окошко слева, чтобы посмотреть другие видео, или на значок по центру, чтобы перейти и подписаться на наш канал Карвау. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.